Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. В период интенсивных перемен самое важное помнить, что все меняется, что так было не всегда. Поэтому память, история, лучшая защита от манипуляции. Когда вы помните прошлое, вы можете бороться за него. Когда вы забываете свое прошлое, тогда вы в их власти. И так стоит напомнить, что сто лет назад Мемфис был одним из самых богатых и организованных городов страны, с бурно развивающейся экономикой, прекрасными муниципальными парками, их было более ста. С одной из самых современных санитарных систем в мире, когда желтая лихорадка была реальностью, никто не принимал это как должное, как сейчас. Мемфис имел такое значение, что был неофициальной столицей целого американского региона, Дельты Миссисипи. Но это в прошлом. Если вы недавно были в Мемфисе, вам трудно поверить, что все это когда-либо было правдой, потому что к этому моменту Мемфис превратился в дыру и очень опасную. В 2021-м, согласно федеральной статистике, Мемфис был самым опасным городом США. В прошлом году там зафиксировали 342 убийства. Много ли это? Ну, для сравнения, в Сан-Антонио, где в два раза больше жителей, зарегистрировано вдвое меньше убийств. И так, по всем показателям, Мемфис катится в пропасть. Но Элиза Флетчер все равно решила обосноваться там. После колледжа Флетчер вернулась в Мемфис. Ее семья жила там более ста лет. Она вышла замуж за человека, которого встретила в церкви. Он тоже вырос там. И у них два маленьких сына. Она начала учить дошкольников в местной школе для девочек. Вот видео, которое она сняла для своих учеников на карантине во время ковида. Всего 15 секунд, но вы сразу понимаете, что за человек Элиза Флетчер. Привет, девчонки! Это миссис Флетчер. Я так скучаю по всем вам. Я дома с детьми. Скучаю по вам, ребята. Хочу, чтобы мы поскорее вернулись в Сент-Мэри. Просто хотела быстро сказать вам привет. Привет, девчонки! Это миссис Флетчер. Я так по вам скучаю. Каждый раз на годовщину свадьбы муж Элизы Флетчер писал ей нежные записки в Инстаграм. Читая их сейчас, вы будете плакать. Но вам будут понятны чувства, ее мужа. Ее тепло и порядочность очевидны. Тем временем, в Мэмфисе, в семи милях от нее жил человек по имени Клиота Апстон. Как и Элиза Флетчер, Апстон тоже вырос в Мэмфисе. Но он был ее совершенной противоположностью. Судя по его длинному послужному списку, Клиота Апстон посвятил свою жизнь охоте на тех, кто слабее него. Клиота Апстон был хищником, злым человеком. В юности Апстона арестовывали, среди прочего, за кражу, нападение, угон автомобиля и изнасилование. В 2000-м он был осужден за то, что под дулом пистолета затолкал местного юриста в багажник собственной машины. Подобные преступления в Мэмфисе стали обычным делом. В прошлом году сообщалось о 100 похищениях. Но как и большинство рецидивистов, Клиота Апстон так и не понес должного наказания. Его освободили на несколько лет раньше окончания срока заключения. Время, проведенное за решеткой, совсем не изменило его. В своем жилом комплексе Апстон был хорошо известен сексуальной агрессией и извращенностью. Он кошмарил соседей. Но, похоже, никто из правоохранителей не посчитал нужным вмешаться. Рано утром в прошлую пятницу Элиза Флетчер и Клиота Апстон встретились в первый и последний раз. Пока ее муж и двое детей спали дома, Элиза Флетчер отправилась на утреннюю пробежку. Клиота Апстон следовал за ней, следя за каждым ее движением из черного внедорожника. Согласно обвинению, когда Флетчер пробегала мимо, Апстон выскочил, ударил ее, разбил ее мобильный телефон, а затем затащил ее в машину. Через час Элиза Флетчер была мертва. Она подверглась сексуальному насилию и была убита. Вскоре полиция арестовала Апстона на основании видеозаписи с камер наблюдения, но он не рассказал, что сделал с Эризой Флетчер. Ее семья ждала в агонии. Но ему было все равно, он молчал. Наконец власти нашли тело Элизы Флетчер, ее выбросили как мусор за заброшенное здание в одном из районов города. Трудно представить себе более шокирующую и ужасную историю, чем это. Но вот что может быть еще страшнее. Некоторые люди не казались особенно шокированными или напуганными. После исчезновения Элизы Флетчер избиратели Байдена в соцсетях как бы отвергли преступления на расовом основании. Почему мы уделяем столько внимания похищению привлекательной привилегированной белой женщины? Это расизм. Другие обвинили Флетчер в зверствах, совершенных против нее. Зачем она вообще бегала в такой час в Мэнфисе? Да ладно. Суть их сообщения ясна. Все знают правила. Элиза Флетчер нарушила правила, вы не можете быть в определенные часы в определенных местах в Америке. Очевидно. Если вы нарушаете правила, вы рискуете быть изнасилованным и убитым. Так устроена эта страна. Приспосабливайтесь, примите это, живите с этим. В какой-то степени все мы так считаем. Говорим мы об этом или нет, но мы знаем правила. Мы знаем, что можно и нельзя в современной Америке. Об этом нельзя говорить под угрозой наказания. Но все знают, каковы условия. Такие города, как Мэнфис, или Балтимор, или Детройт, или Монгомери, или Гэри, или Уилмингтон, или дюжина других, некогда процветающих, обустроенных городов, навсегда уничтожены беспорядками в ходе нашей последней прогрессивной социальной революции, более 50 лет назад. Политизированные преступники начали крушить, поджигать, воровать. И тут же все, у кого была приличная работа, уезжали. Они забирали детей из школы, продавали дома или не продавали, неважно, и уезжали. Большинство уже не вернулось. Это характерно не только для Мэнфиса, но и для всей страны. Так что многим людям кажется странным, что Элиза Флетчер, которая могла жить где угодно, добровольно вернулась в такое место, как Мэнфис. Не в пригород Мэнфиса, а в сам город. Людям это кажется странным. Но если подумать, здесь нет ничего странного. Элиза Флетчер из Мэнфиса. Она выросла там и имела право вернуться туда. Это и ее страна тоже, так же, как и ваша. Американский гражданин должен иметь возможность жить или ходить где угодно в Америке, без риска быть изнасилованным или убитым. Точка. Это базовое требование цивилизации. Это называется порядок. Но мы все чаще имеем обратное. В нашей стране есть места, куда вы просто не можете пойти. Вам там не рады, и идти туда слишком опасно. Большинство людей принимает это по умолчанию. Но мы не должны делать этого ни при каких обстоятельствах. Принять что-то означает признать что-то нормальным. Как только мы признаем что-то нормальным, будь то кастрация детей во имя прав трансгендеров, или убийство женщин-насильниками, которые не сидят в тюрьме из-за идеи равенства, как только мы принимаем это, мы остаемся с этим навсегда. Это новый статус-кво. Он никогда не изменится, разве что в худшую сторону. Хорошие люди, жившие в Мэнфисе столетия назад, никогда бы не поверили, что такое может случиться с их городом. Они бы рыдали, увидев такое. Вскоре это станет реальностью для каждого американца. Вся страна превратится в Мэнфис, если мы не остановим это безумие прямо сейчас, применив столько силы, сколько потребуется. Мэнфис 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 Субтитры создавал DimaTorzok